Добрый день, уважаемые дамы и господа, очень рады быть, может быть, помните, да, начинали мы с вами в 2001 году, ну, сейчас немного поменьше на телевидении, очень приятно всех видеть, с кем давно не виделись, но здесь, у меня это первая командировка за пределами Испании и России, а на самом деле выступать я буду не сам, это совсем не мое выступление, выступление Татьяны Балко, поэтому мы очень-очень быстренько пройдем по стартным слайдам, и доказывать, kadar бор вы не молчили, благодарю строителей, выберем еще это, выберем еще, давайте, возьмите компенсации, давайте, чтобы просто намолнить, вот оукшоп демиджи такая у нас здесь, у нас в Северном Лондоне есть, которые многие из вас бывали, компания Северном Стретко в нашей году на Лондоне работают, и 2000, но самом деле у нас будет 2015 2015-го, и вы в отеле Валенсии с 2012-го на этой задачи. Давай быстрее, давай быстрее. Оп! Да. Соответственно, то же самое повторение и дальше поехали. Семинар вы все наши помните, убыть два года не проводили. Я их очень надеюсь, что на будущий год удастся сделать в мае или в июне, всегда у нас идей семинаров было, как можно более практические вопросы мы обсуждали и обсуждаем дальше. И этим самым я занимаюсь и сегодня. Давайте дальше. Вот выступаемый сам обувь прикрытой в варианте Татьяны Бабков. Татьяны Бабков, наша бессмерная управительница Укшотель-Шурова с 2005-го года, страшно сказать, многие его образцы ее знают. Вот что Таня нам написала. Давайте даже к цифрам пройдем. Потому что я решил еще два слайда, а вот обратимся обратно. Таня написала критику, естественно, о том, что делает НБУ. А я решил, я должен подойти, все-таки экономист, и посмотреть еще и цифры. Цифры я решил сравнить рынок страховой Украины со страховым рынком Казахстана. Просто работаем мы в обеих странах. Казахстане на протяжении 5-ти лет лозы представительства. Я решил такие странные места, как Актау, Артарау. Насколько нужно защищать рынок, который растет очень-очень потихонечку. Мне печально, кстати, цифры с модель, потому что я помню, что в 2005 году цифра в Украине была 5 миллиардов долларов. Вот, привет. Что? Возможно с отмыванием. Да, возможно. Возможно, как можно, как раз, а я не спорю. Ладно, хорошо. Наполнение. Возможно и в 10-м, да, там что-то было. Ну, посмотрите, с 15-го года что произошло с премией? Да? Я просто зарешил процент, как и завалить Казахстану. В 15-м году Казахстане на 13% в премии были больше. Там население, если вы помните, 14 миллионов было, потому что, например, немцы уехали в Германию, да? Казахстан, казахстан, соответственно, печально, да? Когда мы опускаемся или, вернее, поднимаемся со стороны больше, то там совсем печально, да? То есть это 10-кратная разница. Полутора-кратная разница в населении, 10-кратная разница в Сархавык-Венгер. И вот наша Татьяна. Давайте вернемся вот в эти два слайда, излагая Татьяниное положение. Все, что госпожа Марко написала, я, в принципе, с ней согласен. Поэтому просто красивыми буковками перевел на два слайда. Есть длинные два письма, которые Татьяна написала. Кто хочет, мы, в принципе, их в ЭБУ направили. Они более подробно излагают мысли и Татьяне. И я себе согласен. Какие мысли? Практически то же самое сказал Михаил Пухаренко только что. Положение по фейн-мониторингу слишком жесткое. Оно может мониторить банки. Но должно ли оно так мониторить страховые компании? То, что я вчера сказал. Для меня, как человек, кто написал диссертацию 30 лет назад по Солнце Матю. В моей диссертации многие термины пошли в страх надзоры. Все дружился с моим Эковенко, дружился с моим Зубаревым, когда они писали многие это самое. И просто брали мою диссертацию, открывали и оттуда брали, переводясь из русского на украинский. Проблем никаких нет. Ну вот, но тем не менее. Тогда было 20% нормально. Соотношение чистых активов с бором премии. У нас здесь бор премии 45 миллиардов. Чистые или не чистые активы хорошо. Другого качества капитала, да? Ну, наверное, капитал 65 миллиардов. Полтора раза превышает премию. С моей точки зрения. Все, привет. Что тут на взорке-то? Рырок финансово обеспеченный. Вот дело, как он будет расти. А если вот дробить? Давайте дробить перестрахование и страхование. Зачем? В отдельных странах, да, есть требования отдельные к перестрахованию. Но, в принципе, внутреннее перестрахование, пишет Татьяна, если я полностью согласен, помогает развитию рынка. Одесская компания перестраховывается в Харьковской, в Харьковской и во Львовской. Правда, все идет к тому, что региональных компаний не останется, как у нас и в России произошло, да? Но в России это был наезд совместных громадных компаний. Самая большая российская страховая компания 5 миллиардов долларов. Но вторая это рыночная 2 миллиардов долларов, да? Почему компании не растут здесь? Самая большая компания в прошлом году 120 миллионов. Да? И она так хорошо, она рыночная. Но почему это происходит? Вот для Татьяны в том числе ответ может быть слишком зарегулированным. Да, действительно. Я владелец брокера ловится. Два отчета в году. А еще четыре этих самых НДС. НДС, так сказать, это не Клоиду, не СРАхнадзору, а вопрос НДС. Два отчета мы даем счет прибыли и убытков и баланс. Все. Все. Чем-то мы отчитываемся. Да, за нами иногда следят банки. Вот что это у вас за работочка такая. Вы застраховали пароход в Бирме. Застраховали в Бирме. В Мянбару, как это называется. Потому что с ней сняли санкции. Теперь мы это можем делать. Но все равно вы что их не делаете. Но это, скажем так, мы работаем с рабоим во всем уверенем. Возвращаясь к нашим вопросам. Солнце только что, Михаил сказал, что на самом деле Солнце ту настолько вещь сложная, что сами создатели ее не понимают. Пытаться перевести ее сюда. Говорить, у нас риск подбора. И снова все раньше все было просто. 35 лет на минуту я начала писать диссертацию. Все. Сравнив чисто активы с сбором бреми. Да. Моя компания Блэксин Бут, где я работал до этого филиалом Гастраха, все равно писала вот такой вот 200-страничный отчет, где в конечном итоге мы приходили к проценту Солнце. То есть это было действительно. Это, наверное, до сих пор и есть. Я просто не сортовала компания, работала у брокера. Но, тем не менее, усложнять вот этот факт в Солнце вряд ли нужно. Да, забыли, с другой стороны, кэктивов и взаимных страховщиков. Общество взаимного создавания. Да, пусть или мелкие. Они же были в России, господи, в 890-х годах существовал в Российской империи. Были или мелкие общества, или мелкие потребители, все изгонялись в том числе, или, наоборот, на запад. Сейчас они забыты даже как эффективы. С перестрахованием разобрались. Не надо его отделять. Внутренний перестраховочный рынок – это великая вещь. Сожрать его, как это произошло в России. И привет! Если вы помните, в России было 15 перестраховочных компаний, сейчас не осталось ни одной. А зачем все перестрахования гнать на запад? Когда есть нормальные доверия, я ищу друг другу люди. В том числе средние компании, которые с удовольствием между собой… Мы же говорили о создании пулов среднеразмерных страховых компаний на нашем последнем семинаре в 19-м году и так далее. Почему нет? Это решит меня. Ну и что? Если это укрепить рынок, я полностью согласен. Не обязательно. Пол может излишки передавать. Можно точно так же, да. Поэтому внутреннее перестрахование надо развивать. А ты не помогаешь. В корпоративном рынке вообще не понимаешь, что такое все, что… Как известно, у нас в Англии. Ну, проработал в этом нет на рынке. Не приходи себе в госпе руководить чем кем угодно. Независимый директор. Откуда эти деньги на независимый директор, на дорогу небольших компаний. То, что, ну, нет людей, да. Стандарт. Стандарт. Ну, просто, что он есть, зачем он нужен, код, как он называется, код и так далее. Сложно сказать. Новые введения, мультиагенты, субагенты и так далее. У нас всегда было разделение числа. Или ты агент, то есть связан с двумя, двумя членами компании. Или ты независимый против. Все. Держись. Три минуты. Следующий слайд. Давайте сделаем. Три минуты. Поэтому то, что подбудет для семьи Татьяны. Неадекватные реалии рынка решения, пакутные для страхового рынка Украины. Убивают конкуренцию. Ведут к маркернизации рынка иностранными компаниями и близкими компаниями аэрографическим структурам. И Украина может стремительно начать терять слой внутреннего рынка. Вообще свой рынок. Поскольку сама по себе нагрузка. Мы сейчас стали реально думать, да зачем мы как производительство работаем. Если мы сейчас все больше и больше работаем на фирммониторинг и на отчетность. Мы создавали, чтобы страховая компания была проще. Мы стали для себя брать гривну. Конвертировать гривну. Убили первые компании. В Украине, в международном брокере. В 2005 году никто не умел конвертировать гривну. Мы умеем. 16 лет умеем. Но вот это, так сказать, давление непосредственно на административную часть. Мы его не видим ни в России, ни в Англии, ни в Испании даже. Тут же не так. Ограничительно продуктовую линейку приведет. Если вымоют средние и мелкие компании, смогут ли крупные, не коробочные продукты продавать. Или в Интелли, или в полцели. И поэтому, получится, что страховые и премии, собираемые в Украине, будут работать не на украинскую экономику. Делает вывод Татьяна Попко. Можете к ней прийти в наш офис на национальном городе Киеве и рассказать ей, как вам не понравилось то, что она написала. Можете получить полный текст статьи. Спасибо большое за внимание. И надеюсь, что когда-то эти цифры все возрастут. Азима. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.